Время рока и рок-звезд уже давно прошло. Сейчас все слушают рэпчик, сейчас у всех другая движуха, хотя в сущности в чем разница между рок-звездой и рэп-звездой, кроме музыки? Да скорее всего ни в чем. Это какой-то молодой баловень судьбы, которому на голову свалилось огромное количество денег, сучек и всего просто чего он вот только мог мечтать. Завидная участь для каждого, все хотят быть такими. Но действительно ли это такие прекрасные заоблачные горизонты? Действительно ли у них все так хорошо? И почему тогда эти люди так быстро перегорают, пишут песни о своей нелегкой судьбе и пребывают в перманентных конфликтах с большинством своей родни? Об этом этот ролик. Здрасте, вы на канале Сейна. Я вообще редко говорю про книжки на этом канале. Во-первых, потому что не считаю свой читательский вкус каким-то достойным того, чтобы его распространить на других. Вы, если хотите просто почитать то, что я советую, можете залететь в мой телеграм-канал. Там висят два списка литературы от меня. Вот, в общей сложности 20 или 19 книжек. Короче, залетайте. Там много чего интересного с хорошим распределением. Сколько читать, насколько сложно, уровень устарелости, сложности. Короче, сами увидите там клево. Но конкретно сейчас в своем рассказе я буду основываться на книжке «Я, Оззи» или «Все, что мне удалось вспомнить». Это автобиография Оззи Отборна. Если очень часто книжки о рок-музыкантах, они существуют в основном для задоров по этой теме типа меня, которым просто интересно читать о своих любимых коллективах, проводить какие-то параллели во времени, узнавать, как были написаны те или иные песни. И написаны они зачастую даже не самими артистами. Это может быть написано на самой книжке, но на самом деле весь текст принт лежит чьей-то другой руке, написано довольно сухо, как-то вот вымучено, и многие события, которые в книжке описываются, в действительности не имели никакого места. С книжкой про Оззи совсем не так. Действительно, у меня есть ощущение, что это он сам написал. И я вам не буду здесь пересказывать очень много из нее, просто вкину пару вещичек. То, что прям нужно знать про Озборна, это то, что он обычный парень из Бирмингема, в то время очень бедного района Англии, который кое-как закончил школу, то есть у него как бы не до конца даже среднее образование, он менее образован, чем вот вы, смотрящие этот ролик. Сразу после этого он пошел на один завод, потом пошел на другой завод, потом устроился на скотобойню. Со всех работ он вылетал по разным причинам, на одних он там нюхал химикаты, на других он просто долбоебил, из-за этого его увольняли. В общем, парень был просто ни в куда, и единственное, что ему светило, это сдохнуть от алкоголизма в том же Бирмингеме, в котором он, собственно, и родился. Но вот судьба одарила его, и тут он обрел невероятную популярность. Он стал просто супер-хитом своего времени, и вот с этого момента начинается интересное. Если сейчас большинство артистов имеют там адвокатов, юристов, людей, которые ведут их бюджет, всевозможных менеджеров, то тогда этого не было, и, например, участники Black Sabbath, когда уже имели невероятную популярность, они не то что не имели контрактов, у них не было банковских карт, и даже банковских счетов. Им вообще никто не платил. Первое время, как минимум после первого альбома, который уже был хитовым у Саббота, они не получали денег вообще. Каким образом было устроено их взаимоотношение с менеджером? Они могли взять, позвонить ему в офис и сказать то, что они хотят. Притом, по словам Осборна, однажды он заказал так Майбах, и в действительности ему привезли вот настоящий Майбах, и их настоящие траты денег, там, помощь семье, и все прочее началось с того, как они додумались эти вещи продавать. То есть они звонили в офис, говорили, «Драсте, мне нужна такая-то херня», ее привозили, они ее продавали, и у них появлялись деньги. И вы бы, вряд ли, хоть кто-то из вас от такого бы отказался, но, понимаете, это не совсем нормальное отношение между продюсером и музыкантом. И такое безумие было возможно не столько потому, что это было время такое, а столько потому, что они сами были молодыми долбоебами. И то же самое относится почти к любой вот рок-звезде, рэп-звезде, поп-звезде, кому угодно. Ужас вот этой вот свалившейся славы в том, что к ней очень сложно быть готовым. На самом деле, это вот вещь, которую я просто понял к 20 годам, что ничего в жизни не происходит, как в американских фильмах. Ничто не происходит подготовлено. Как бы вот ты долго идешь к чему-то, и оно наконец-то случается. Фанфары, слоу-моушен, твой красивый ебальник в свете софитов. Ничего этого нет. Эта херня просто... И уже есть. Это просто часть твоей жизни. И то же самое относится к славе. На тебя резко сваливается ответственность, обязательства, деньги, влияние. И помимо того, чтобы тратить бабки и упарываться, тебе нужно еще все это вести, потому что это так же может по щелочку закончиться. А у тебя уже нет больше страха, чем потерять то, что ты вот так вот перстом судьбы получил. Про Осборна ходит огромное количество баек, и больше всего он известен тем, что употреблял почти все, почти всю свою жизнь. Вот если вы знаете, любой наркотик, или даже просто препарат, который выписывают врачи, но при этом он вызывает какие-то странные эффекты в голове, на нем скорее всего сидел Оззи Осборн. И речь даже не столько про уничтожение собственного здоровья и какое-то неподобающее поведение в обществе. Лучше всего то, о чем я говорю, иллюстрирует ситуацию. Однажды Осборн проснулся в тюремной камере. Это с ним случалось вообще нередко, потому что после очередной попойки вот просто до беспамятства он оказывался в полиции, его кто-то выкупал, он выходил, в общем, это быстро заканчивалось. Это вам не на митинг в Москве выйти. Однако в этот раз, когда он дождался полицейского и спросил, что произошло, оказалось, что он избил свою жену, и та подает на него иск в суд. А он очень хорошо относился к своей жене. Это, во-первых, это была его вторая жена, первая с ним рассталась из-за того, какой он был наркалыга. Но суть в том, что он обожал свою вторую жену. Представьте просто себя на этом месте, что если у вас там нет вашей какой-то девушки любимой или какого-то просто любого человека, который вам дорог и близок, представьте, что вы однажды просыпаетесь и узнаете, что вы его чуть не убили, просто потому, что вы были не в себе. В итоге даже не так страшно попасть в тюрьму или в суд или понести любые лишения из-за этого. Страшно то, что это ты. Что вот тебе она ответственности свобода, а как именно ей распоряжаться, никто не учит. Именно поэтому я считаю, что уйду после девятого класса в бизнес, это совершенно безумная история. Потому что даже не то, что вы уходите в свободное плавание, если вам даже ничего не надо делать, просто на вас упала куча денег, вполне возможно, что эта куча денег вас убьет. В итоге жена простила Осборна, отозвала иск, его освободили, они живут вместе до сих пор. И именно это событие стало ключевым в прекращении Осборновской наркозависимости, но просто подумайте, до чего нужно было довести. Насколько далеко нужно зайти человеку, чтобы остановиться, когда у него нет никаких ограничивающих барьеров в духе там, за квартиру надо платить или на работу идти. Свобода губительна. И это не единичный случай. То же самое происходило в группе Red Hot Chili Peppers, когда абсолютно вся группа подсела на героин. Когда солист Мотли Крю вез своего друга, гитариста другой группы, просто они куда-то пьяные поехали кататься, наверняка не только пьяные. В общем, кончилось с тем, что они на полной скорости въебались в столб на спорткаре. В итоге влетели они в столб как бы половиной машины, и так получилось, что солист Мотли Крю был здесь и выжил, а от второго его друга мало что осталось. После этого группа Мотли Крю задумалась, что может стоит немножко остановиться. И подобная история есть в биографии почти каждого коллектива, который просто вот взлетел, им стало можно все, они чувствовали себя богами на земле, но после этого жизнь давала им что-то, что их осадит. Это было разной степени жесткости. Мастейн рассказывал, как когда умирал его отец, он узнал об этом просто объебанный всем сразу в клубе. И он рассказывал, как запрыгнул в свою машину, по дороге дожирал виски, и приехав в больницу, въебался в само здание больницы и в дерьмо бухой шел, чтобы застать последние минуты жизни своего отца. В общем, вы понимаете. На самом деле все то, о чем, возможно, вы прямо сейчас мечтаете, получив это, оно уже не то, что может не принести вам удовольствия, оно может вас уничтожить. Начинал я вроде бы с книжки, и если вы думаете, что само произведение вот состоит из вот таких же нот, грузящих, которые я вам сейчас рассказываю, то совершенно нет. это искренняя история, такие теплые воспоминания о своей очень яркой жизни человека, который пережил то, чего вряд ли сможем и половину от этого пережить любой из нас с вами. И с одной стороны то, что я рассказываю, до этого как бы можно догадаться. Это то, что в принципе все говорят, там, наркотики убивают, не перебирайте с алкоголем, не курите сигаретой, там, не ходите туда-то, не делайте то-то. Это вроде бы все постоянно произносят, но при этом урок совершенно не выучен. Я начинал с того, что нет разницы между рок-звездами и рэп-звездами, и вы это наглядно видите. Вы видите Лил Пипа, который умер от просто совершенно идиотской передозировки. Вы видели Тентасьона, которого застрелили за гребаную сумку. Несмотря на то, что музыка другая, тупость абсолютно та же. Мы продолжаем терять людей от того, что все хотят стать рок-звездами, но никто не хочет нести за это ответственность. И если жизнь рок-звезды все еще почему-то вам кажется просто раем на земле, то я вам напомню, что Джона Ленна убил фанат. Что в той же книжке про Ози Осборда он рассказывал, как, ну, у них было довольно много такой около-сатанистской атрибутики везде, там, ну, группы называются Черный Шабаш, понятно, что они используют всю вот эту вот народную культуру, но его действительно старожили сатанисты. То есть они просто, у него был номер в отеле, они садились перед ним и устраивали там какие-то ритуалы. И пусть даже на вас не бросится с пистолетом, но вот паранойю, которая преследует вас каждую секунду вашей жизни, вам точно обеспечит. Возможно, именно поэтому настолько много групп они загибаются буквально на первом или втором альбоме. С приходом минимальной славы они уже не уверены, что хотят дальше так жить. Это нормально. Музыкальная индустрия развивается, звук становится все качественней, запись быстрее, носители меньше, удобней, портативней. Однако отношение людей к артистам меняется очень слабо. И, надеюсь, хотя бы вот небольшая крупица от общей музыкальной аудитории сегодня поняла для себя что-то новое. Это мои лучшие люди на планете. Люди с моего патреона. Если хотите вступить в их ряды, то ссылочка в описании. Кстати, закончился конкурс Ебаназия для Сейна, победителя и все остальные работы вы можете увидеть в моем инстаграме. Ссылка также в описании. Прямое включение из монтажа этого ролика. Действительно, конкурс закончился, но свои работы с тегом Ебаназия для Сейна вы все еще можете выкладывать. Я продолжу их постить в сторисе, потому что конкурс шел больше двух недель, а работы не прекращали приходить. И если действительно вдохновляет столько людей, то что я запощу их в сторис, то продолжайте. Я продолжу вас постить, возможно, не так часто, как во время конкурса, да и к тому же это далеко не последний творческий конкурс на моем канале, поверьте. А еще скоро обновятся условия на моем патреоне. Идея с ежемесячной отправкой футболок разным чувакам, которые мне донатят и как бы окупают эти футболки, она не оправдалась, потому что я в итоге не смог сконтактиться ни с одной достойной типографией, которая бы делала все в срок, нормального качества и не за какие-то заоблачные деньги. Но мне все еще есть, что вам предложить, так что в одном из следующих видосов я озвучу, что там будет нового, будет клево. А на этом все, спасибо, что посмотрели, вы знаете, где кнопка подписки. Да, группа ВК, телега, другие видосы прямо сейчас видите. Все есть! Ты только заходи. Блё!